Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии я, Анна Глазунова. Все самое интересное, важное и актуальное ты увидишь прямо сейчас. Итак, сегодня в выпуске. Казанские нефтяники совместно с университетскими учеными закладывают основу нового метра, задумывлечения нефтеотдачи. Расскажет Аделя Шмилова. Казанский федеральный принимает у себя крупнейших специалистов в области добычи тяжелой нефти. Пленарную часть встречи открыл ректор университета Ильшат Гафуров. Второй международный семинар конференции «Термические методы увеличения нефтеотдачи» это место, где ученые и нефтедобытчики со всего мира могут обмениваться последними новостями и информации о прогрессе в вопросе добычи высокой вязкой нефти. Год назад конференция объединила около 150 участников из более чем 40 различных научных организаций и компаний из различных уголков мира. В этом году количество участников существенно вышло, чем в прошлые годы. Только с докладами заявилось более 120 человек, не говоря уже о почетных гостях конференции и делегациях из различных стран. Основная цель, которую ставят перед собой промышленники – поиск новых технологий. Участники мероприятия выразили надежду, что итогом конференции станут предложения по уменьшению затрат по добыче трудноизвлекаемых нефтей. И это вполне реально, учитывая, сколько светлых голов думают над этим. Выбор места проведения – Казань, Татарстан, Казанский университет – не случайен. Именно нефтяники Татарстана, ученые Казанского университета в середине 70-х заложили первые научные основы термических методов добычи, повышения нефтедачи. Особенный интерес к мероприятию проявили представители Ближневосточного технического университета. Их страна также обладает запасами вязкой нефти, а ученые заинтересованы в расширении методов ее добычи. Поэтому в рамках торжественной части пленарного заседания состоялась церемония подписания соглашения между Казанским федеральным и Ближневосточным техническим университетом. Документ предусматривает расширение совместных проектов в области разработки технологий добычи нефти, академического обмена и обмена результатами исследований. Наш телеканал вел прямую трансляцию с официального открытия пленарной части. Но на одном лишнее работа семинара конференции не завершается и продлится до 23 июня. Тогда же будут подведены итоги встреч и переговоров. Адель Шамилова, Ильшат Хусаенов, Лев Халиулин, Айрат Боктиков, Универньюз. Вопросы о росте университета в рейтингах и стратегии Казанского федерального обсудили в авторской программе Юрия Алаева «Акцент», участие в которой принял ректор университета Ильшат Гафоров и проректор по вопросам экономического и стратегического развития Марат Софиолин. Университет – центр изменений, агент развития региона, отрасли и страны, приоритет на развитие компетенции лидерства. Несмотря на большие достижения и инфраструктурную обеспеченность, вузы Татарстана зачастую не хотят входить из образовательной системы в концепцию «Университет 1.0» и перейти в число вузов, разрабатывающих и внедряющих технологии, что означает концепцию «Университет 3.0». Данную концепцию ректор КФУ Ильшат Гафоров прокомментировал в авторской программе Юрия Алаева «Акцент», где гостем также стал проректор по вопросам экономического и стратегического развития Марат Софиолин. Мы готовим специалистов высокой квалификации для каких-то предприятий. Вот мы готовим не для каких предприятий, 3.0, да? То есть мы готовим специалистов для будущих предприятий, не для тех, которые сегодня существуют. Мы готовим специалистов, способных инициировать новые рабочие места, новые бизнесы, то, что будет востребовано обществом. Напомним, что на первом заседании Совета при президенте Республики Татарстан по науке образованию 5 июня удалось достичь понимания необходимости выводить вузы республики на международный уровень, формировать научные проекты в соответствии с глобальными трендами. Дальше Адгафуров подчеркнул необходимость вхождения татарстанских вузов в глобальные рейтинги. Казанский федеральный уже не первый год стабильно укрепляет свои позиции в крупнейших показателях. Так, например, в глобальном рейтинге КЮС КФУ впервые продвинулся сразу на 100 пунктов. Если концепцию «Университет 3.0», о которой говорил ректор КФУ в программе «Акцент», получит распространение не только в Казанском университете, но и в других вузах республики, то именно эти научные центры станут формировать индустрию, предлагая рынку новые технологии и владеющие ими персонал. Поэтому в том-то и заключается, что обязательно университеты, где будут формироваться, будут формироваться специалисты, которые будут способны генерировать новые рабочие места, там обязательно должны быть научные исследования. Первая часть передачи «Акцент КФУ» будет продемонстрирована 22 июня в 20.00 на телеканале «Универ ТВ». Продолжение программы 24 июня, также в 20.00. Елизавета Евтефеева, «Универ Ньюс». В ежегодном глобальном мировом рейтинге университетов Times High Education вошли 24 российских вуза. Ранний КФУ заметно поднялся в глобальном рейтинге QS 2017-2018. Вузу удалось войти в группу 441-450, улучшив свои позиции на 60 пунктов. Подробности смотри далее. Казанский федеральный университет – один из старейших вузов России, чья история насчитывает более 200 лет. Лондонский еженедельный журнал о высшем образовании Times High Education составил рейтинг лучших университетов из 2016-2017 года. Россию в рейтинге представляют 24 вуза. Выше всех удалось подняться МГУ – 93 место. Казанский федеральный университет заметно улучшил свои позиции. В списке лучших вузов в мире КФУ занимают 401-500 места, в Европе 201-250, а по России на пятом месте. В этом году составители рейтинга решили увеличить число университетов, охватываемых исследованием в два раза. Они оцениваются на основании 13 показателей, в том числе такие, как цитируемость научных статей дохода от исследовательской деятельности, качество преподавания, то есть рейтинг университетов проводился на основе данных о преподавательском составе, проводимых вузом в научных исследованиях, количестве упоминаний в международных перспективах. Стоит отметить, что ранее вуз вошел в рейтинг лучших мировых вузов по версии Международного агентства QS. Напомню, университет входит в федеральную программу 5-100, цель которой к 2020 году вывести как минимум 5 российских вузов в топ-100 международных рейтингов. На данный момент КФУ заметно поднялся в глобальном рейтинге QS. Аурелия Сташкова, Универ Ньюс. В этом году почти на две недели позже обычного началось пушение. Речь идет о тополе, пух которого, по мнению многих, способен вызвать обострение весенней аллергии. Но является ли тополиный пух аллергеном, на самом деле вопрос сложный. Ответ на него нашла Аделя Шумилова. Холодная погода отодвинула в этом году период пыления растений и деревьев, а частые дожди снизили риски обострений аллергических заболеваний, утверждает доцент кафедры биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Казанского федерального университета. По ее словам, тополиный пух не содержит вещества, которые способны вызвать аллергию у людей. Аллергию вызывают белковые молекулы, которые содержатся в пыльце растений. Сам пух, он не содержит таких белков. В последние годы было много споров о необходимости тополей в мегаполисе. Однако специалист Казанского университета утверждает, что данное дерево нужно сохранить, поскольку плюсов у него больше, чем минусов. Во-первых, тополь собирает пыль. У него клейкие листья, и пыль садится на эти листья, а потом дождями смывается. Напомним, что уже четвертый год группа ученых Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета ведет мониторинг пыления аллергенных растений в помощь людям, страдающим аллергией. А по предварительным анализам в Казани сейчас наблюдается высокая степень риска возникновения аллергических реакций на пыльцу злаков и грибов, нежели на тополиный пух. Еще одним итогом проводимых исследований в различных районах Татарстана станет создание полинологического атласа республики. К работе над ним ученые приступят после нескольких сезонов наблюдения. Аделя Шамилова, Владислав Михневский, Универы Ньюс. На этом у меня все. Хорошего вам летнего настроения. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok